Приветствую вас! Мне бы хотелось сказать, что очень здорово, что вы заметили такую проблему, мне бы хотелось сказать, что вы молодец. Еще мне бы хотелось сказать, что, ну, вообще-то говоря, это нормально, что сын, ваш сын, больше втянется к отцу, потому что он для него образец мужского поведения, он для него идеал сейчас. И, кроме того, мужчина уезжает, долго ему не бывает дома, естественно, того, кто не бывает дома часто, того, кто, как бы, ну, не постоянно находится рядом с ребенком, ребенок любит больше всегда. Во многом еще и потому, что из-за своеобразного отношения ребенка совсем... То есть, какое это своеобразное отношение, я попробую вам донести. Наверняка отец балует ребенка, наверняка отец балует мальчика, к нему не такую строгость проявляет, как, допустим, вы. И, в результате, конечно же, мальчик в большей степени тянется к отцу, а не к вам. То есть, здесь, в принципе, нет ничего удивительного, ну, не будет принимать это спокойно. Сейчас ребенок говорит вам, что не любит вас, но в действительности это, конечно же, не так. Просто-напросто папа для ребенка более припочтительный. Вам нужно стараться относиться к ребенку более чутко, если вы этого не делали. И вам надо стараться не реагировать на это, ну, я имею ввиду на то, что он вам говорит, слишком уж, знаете как, бурно. Потому что за этими словами, как правило, не стоит ничего. А если стоит, то это решаемо. То есть, не нужно воспринимать слова ребенка, да, чистую манеру по отношению к вам. Как вам правильно сказал коллега, Ребенок, вполне может быть, чувствует ревность, вполне может быть, чувствует даже себя лишним. Вполне может быть, что ему все это не нравится, и он думает, что проблема в нем, что он такой вот плохой. Потому что дети в этом возрасте могут очень легко, значит, все события, которые с ними происходят, проектировать на себя. И вам важно показать, что дело здесь, не в нем, не в ребенке. То есть, все, что вы делаете, вы делаете только и включительно для него. Что вы заботитесь о нем, о ребенке. То вы хотите, чтобы ему было хорошо. И, естественно, мне, конечно, нельзя забывать про него. То есть, нельзя как-то обделять внимание. Тут я со своей коллегой, пожалуй, заглашусь, скажу, что действительно нужно поровну распределять внимание между двумя детьми. Но всегда понимать, что ребенок, особенно в виде, как вы обращаетесь с дочерью, он всегда будет немножко недоволен. Потому что, ну, во-первых, дочь младше, и вы, понятное дело, к ней более расположен. Вот, во-вторых, она девочка, и ребенок также может чувствовать, что у вас с ней больше связи, чем с ним. И отсюда также могут быть серьезные проблемы. Соответственно, не стоит впугаться, с ребенком нужно просто побольше играть, с ребенком нужно просто проводить побольше времени. И я думаю, что это едва ли не самое главное, чтобы вы проводили с ним много, больше времени. Вот, пожалуй, это момент самый главный, чтобы вам, чтобы вам не было обидно, чтобы вам не казалось, что вы одного ребенка обделяете вниманием, а другого нет. Я думаю, что на этом можно закончить. Очень важно, чтобы вы играли с ребенком, чтобы вы как можно больше времени ему уделяли, чтобы вы как можно вполне старались разделить с ним времяпровождение, может быть, показывали ему, что вот сейчас, на данный момент, ваше внимание принадлежит только ему и никому. Больше объяснять ему, и это очень важно, чтобы вы объясняли малышу, почему с девочкой вы ведете себя не так, как могли бы вести себя с ним, почему девочкой требуют большего внимания и так далее. Соответственно, на определенное объяснение, говорите ребенку, что он мужчина, и именно поэтому, потому что он мужчина, вы обращаетесь с ним по-другому, что мужчина, они, как бы, ну, мужчина предполагает более такого строгого, более серьезного внимания. Но при этом, конечно, можно было оставаться, можно обниматься, все это можно, но так как к девочке, к ребенку относиться не будет, но совсем мужчина. Если вот это вот ребенку говорить, говорить, что это тоже мужчина, это уже взрослый, то очень может быть, что вы придадите другое значение той ситуации, которая ребенку не нравится. Вообще, если вы видите, что какая-то ситуация отталкивает малыша от вас, и вы эту ситуацию изменить не можете, придайте ей такое значение, чтобы у ребенка был новый смысл этой ситуации, для него неожиданно взрослый, неожиданно важный и так далее. Ну, например, предположим, что вы не можете какое-то время уделять своему ребенку, вам нужно побыть с дочерью. Соответственно, ребенок сидит без дела, плажисто, ждет, что вы уделите ему внимание, вы внимания уделить ему не можете. Так что вы выкраиваете минутку, или две, отходите к ребенку с таким очень серьезным лицом и говорите, «Ты знаешь, у нас с дочерью такое вот женское дело, и как женщина ей не нужна помощь. А ты, как мужчина, пожалуйста, побыть один, ты говоришь, мужчина, ты можешь побыть один, мама тобой очень гордится, что ты такой вот мудрственный, не требовавший внимания». И я обещательно к тебе вернусь и расскажу тебе, как было дело. То есть, почему я вынуждена сидеть с дочерью, например. Она девочка, она капризничная, ты же мужчина, ты капризничный будешь. То есть, вот, дайте понять, что вы с ребенком что-то разделяете, и тогда ребенок не будет чувствовать себя обделенным вниманием. Ну, и совсем хорошо было бы, если бы вы ребенка привлекали своим дюхом, своим хлопотом. Вы просили его помочь, чтобы вы просили сделать что-то для дочери. То есть, чтобы вы давали ребенку понять, что дочь – это такой же след в семье, что она не соперник, что она не перетягивает отъяло ваше внимание на себя и так далее. И если ребенка завлечь, как бы, занятием с его сестрой, то есть, может быть, что он сам полюбит это делать, сам будет чувствоваться достаточно, полезным, будет понимать, что делаете вы, и обид у него не будет. Ну, и, естественно, желательно мы с ним разговаривать по поводу того, почему он боится, что вы его будете ругать. То есть, тут нужно анализировать ваше поведение, почему вы его ругаете, как вы его ругаете, и каким образом получится так, что ребенок вас боится. Потому что бояться, что ребенок не должен, вас. И, может быть, ругать, кричать не стоит. Тут стоит вести себя немножко по-другому, стоит своим отношением, стоит своим, может быть, поведением, показывать малышу, что вам не нравится, то, что он сделал, это можно. Но ругать, получать голос, например, и из-за чего ваш малыш вас боится, этого, конечно, не стоит. Если вы меняете свое поведение, лучше важно ребенку объяснить, почему. То есть, пока он еще маленький, вряд ли сам может до конца себе объяснить, из-за чего вы на него обиделись. Таким образом, он желает нести до него причину. То есть, чтобы постоянно между вами и ребенком был обмен информацией, чтобы постоянно между вами и ребенком был контакт. И тогда, я думаю, таких проблем у вас не будет. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.